10 декабря в Рязани прошла пресс-конференция с участием представителей Федеральной налоговой службы, Министерства труда и занятости населения и Государственной инспекции труда региона. Главная тема обсуждения – борьба с теневой заработной платой и уклонением от перечисления налогов. По состоянию на 1 января 2015 года задолженность по зарплате была выявлена в 30 организациях на сумму более 32 миллионов рублей перед тысячей работников. На 1 декабря текущего года задолженность уже имеется в 60 организациях перед 2,5 тысячей работников на сумму 68 миллионов рублей. За это время, за 11 месяцев текущего года всего было выплачено по требованию Госинспекции труда задержанной заработной платой на сумму более 180 миллионов рублей. То есть выявление, погашение более чем 9 тысячам работников. На сегодняшний момент порядок, наверное, свыше 9 тысяч случаев неформальной занятости были выявлены комиссиями и порядка, наверное, 93 процентов случаев – это те работники, которые в конечном итоге заключили трудовые договоры, то есть легализовали свои трудовые отношения и стали полноправными участниками этого процесса. Чиновники отметили, что из общего числа организаций и должников почти 89 составляют предприятия среднего и малого бизнеса. В основном это в таких сферах, как строительство, ЖКХ, деревообрабатывающее производство, периодически в сельском хозяйстве. В связи с этим реализован комплекс мероприятий, утверждена дорожная карта, участниками которой являются и Минтруд, и налоговая служба, и, соответственно, Государственная инспекция труда, с органами пенсионного фонда. Будем надеяться, что нам удастся сократить общее количество налоговых агентов, уменьших расчетную задолженность по НДФЛ, соответственно, снижающих нарушение древа действующего законодательства, легальное перечисление заработной платы и, соответственно, налоговые доходы физически. За работодателями будут следить еще внимательнее. С 2016 года вводятся изменения в порядок предоставления налоговой отчетности. Теперь налоговые агенты обязаны ежеквартально информировать органы о своей деятельности по новой форме отчета 6 НДФЛ. В свою очередь участники пресс-конференции призвали граждан активнее принимать участие в выявлении нарушения налогового законодательства и сообщать об этом в органы по телефонам горячей линии. Продолжение следует... Продолжение следует...